Как бы так взяться за ум, чтобы не повредить психику? Здравствуйте! В эфире программа «За здоровье». Мы обсуждаем темы, которые касаются самого ценного – нашего здоровья и хорошего самочувствия. И вот, что вас ждет в этом выпуске. Мыс, где местные врачи успешно освоили и теперь будут проводить уникальную операцию. И в рубрике «Совет врача» послушаем комментарии специалиста о психическом здоровье. Все это ждет вас в сегодняшнем выпуске. А пока начнем с новостей медицинской отрасли. Губернатор региона дал поручение Краевому Минздраву подготовить ковид-госпиталь для детей. Он будет рассчитан на 100 коек. Таким образом, регион готовится к вариантам развития ковид-пандемии. Будет увеличен коечный фонд и для взрослых пациентов, заболевших коронавирусом. Необходимо развернуть еще 800 коек. При необходимости сможем еще увеличить. Важно следить за тем, чтобы резерв свободных мест не опускался ниже 20%. Ну а тем временем в Ставропольском крае введен мораторий на QR-коды о вакцинации, которые обязаны предоставлять жители при посещении кафе, спортзалов, развлекательных и культурных центров. Об этом говорится в постановлении, которое подписал губернатор Ставрополя Владимир Владимиров. Передает пресс-служба главы региона. До 20 февраля на территории края продлен мораторий на требование о подтверждении гражданами при посещении отдельных организаций или получении ряда услуг наличие сертификата о прививке от ковид-19, факты перенесенного заболевания или отрицательного ПЦР-теста. На Ставрополе свыше 20 тысяч человек заболели ОРВИ. Такие данные озвучил в ходе брифинга министр здравоохранения Ставропольского края Владимир Колесников. Он также добавил, что специалисты зафиксировали случаи заражения гриппом. В настоящий момент у нас зарегистрировано 20 тысяч 769 с ОРВИ. В том числе на прошлой неделе мы выявили двух пациентов с гриппом. По совокупному показателю заболеваемость ОРВИ выше эпид-порога на 29%. Болеют также дети. У большинства из них заболевание протекает в легкой форме. Только 73 ребенка госпитализировано. Они находятся под наблюдением специалистов. Идут на выздоровление. В Ставропольском краевом перинатальном центре разъяснили ситуацию с роженицами, которые лежали в коридоре медучреждения. Как отметил главврач центра Борис Затона, подобные меры были приняты ситуативно из-за большого количества родов и операций, которые пришлись на единый временный промежуток. Он также добавил, что обстановка уже стабилизировалась. Сейчас все пациентки перинатального центра лежат в палатах. У нас накануне было очень большое количество родов. У нас было 2 операционных дня по 5 операций. Учитывая такой большой наплыв, это единственный случай, когда у нас лежали пациентки в коридоре. После того, как был построен новый перинатальный центр, у нас не бывает такого, чтобы женщины лежали в коридоре. Это единственный случай. На сегодняшний день все находятся в палатах. В некоторых палатах даже есть свободные места. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, Валерия Ивановна. Добрый день. Большое вам спасибо, что пришли к нам сегодня в студию. Очень интересная тема. Сегодня актуальна. Я думаю, многим будет интересно. Давайте начнем с общих понятий. Что такое процедура психиатрического освидетельствования? Само психиатрическое освидетельствование регламентировано законом Российской Федерации о психиатрической помощи и гарантиях прав граждан. И проводится для определения, страдает ли человек психическим расстройством. Если да, то каким именно и нуждается ли в психиатрической помощи. И определение, в какой именно психиатрической помощи он нуждается. Это бывает помощь в амбулаторных условиях, в стационарных условиях, в том числе недобровольные госпитализации. То, о чем сама тема, обязательное психиатрическое освидетельствование, регламентировано Трудовым кодексом Российской Федерации, статья 212, где описано, что работодатель обязан организовывать проведение обязательного психиатрического освидетельствования не реже раз в 5 лет для сотрудников, работа которых связана с вредными и опасными условиями труда. Это могут быть, допустим, производственные факторы, химиопрепараты, медикаментозные препараты. Все эти списки, перечень тех, кто обязан проходить, это освидетельствование, описано в 377-м постановлении и в 29-Н. Вот я как простой обыватель спрошу, здесь имеется в виду, что все эти вредные вещества могут таким образом повлиять на психику, что она может как-то измениться, да, как-то патологическим? Нет, немножко не так. Человек с психическими расстройствами может допустить ошибку при работе с вредными и опасными условиями труда и нанесет опасность тем самым окружающим. К вредным и опасным условиям труда в том числе относятся вождения. То есть это повышенный уровень опасности. Все водители. Абсолютно любого транспорта, да? Абсолютно любого транспорта подпадают под обязательное психиатрическое освидетельствование. Если человек работает с другими людьми, с большим количеством людей, он попадает в этот список? Опять зависит от того, где он работает. Значит, в 377-м постановлении четко прописаны категории граждан, которые обязаны проходить это освидетельствование. В детских учебных воспитательных учреждениях обязаны проходить. Ну, это воспитатели, учителя, интернаты. А в вузах? Профессоры, доценты. В вузах. Педагоги. Значит, если это идет как... Они проходят по 29Н. Обязательное психиатрическое у них не проводится. По 29Н это когда психиатра проходят ежегодно. А вот про нашего брата спрошу. Журналистам нужно? Мы тоже общаемся с большим количеством людей. Ну, насколько я помню, 377-е постановление. У журналистов не прописаны вредные и опасные условия труда. Поэтому именно проведение обязательного психиатрического для журналистов не регламентировано. А вот профосмотры, так называемые, ежегодное прохождение психиатра, одного психиатра, оно для всех работников. Значит, чем отличается обязательное психиатрическое освидетельствование от просто освидетельствования врачом-психиатров? Обязательное психиатрическое освидетельствование проводится комиссией врачей-психиатров. Кроме того, в перечень обязательных исследований входит электроэнцефалография и для некоторых категорий граждан, работников, ЭКГ и психолог, экспериментальное психологическое исследование. Это в том числе для водителей, охранников. Как раз для этих категорий еще включен психолог. Мне кажется, это такое волнительное событие. Ты приходишь в комиссию. Во-первых, кто входит в состав комиссии? Только врачи-психиатры. Не менее трех врачей-психиатров. Должно быть. Спасибо большое за вопрос. Вот, кстати, вопрос. Он платный или бесплатный? Это платная услуга. Либо оплачивает организация за своих сотрудников, заключая договор с учреждением, либо сам работник. Если это государственное учреждение, то обычно... Обычно заключают договор. Даже частные предприятия, заинтересованные в том, чтобы не было штрафа от трудовой инспекции, заключают договор с учреждением и проводится обязательное психиатрическое свидетельствование согласно списку, направлениям на обязательное психиатрическое. Стоимость услуги у нас в учреждении 1390. Туда входит все. То есть электроэнцефалография для водителей и психологов и осмотр комиссии врачей-психиатров. Ну вот и вторая часть вопроса была у нашего телезрителя. Как проходит? Мы с вами начали уже об этом говорить. Давайте представим себе, что пришел работник комиссии, которая состоит минимум из трех человек. Что происходит дальше, пошагово? Значит, по 502... ой, господи... Ну, по закону, в общем, как проходит. По приказу, да, регламентирующему проведение психиатрического свидетельствования. Проведение свидетельствования должно занимать не менее 20 дней. Ой, не более 20 дней, прошу прощения. Значит, работник обращается по направлению работодателя, где написаны вредные факторы, с которыми он работает, или должность, чтобы определять уже при наличии психического расстройства, может ли он работать в той должности или по той работе с теми факторами вредными, которые есть. Значит, обращается, ну, лично у нас обращается в регистратуру. У нас для этого отделено отдельное окно. Есть для приема пациентов окно в регистратуру, есть окно для приема платных услуг или по направлению, в том числе, от работодателя, чтобы не разъединять очереди. Значит, направляется, заключается договор, даются согласия, которые подписывает работник, согласие на обработку персональных данных, на психиатрическое свидетельствование, так называемое медвмешательство. Значит, в дальнейшем он проходит на электроэнцефалографию, с заключением, полученным на ЭГ, направляется к психиатру. По необходимости до психиатра он проходит психолога. Значит, психиатр изучает все данные, осматривает и предоставляет все вот эти данные на комиссию, где принимается решение. Значит, решение должно быть принято в течение 10-20 дней. Но мы стараемся, учитывая большой поток граждан и то, что, в общем-то, всегда люди обращаются впритык, когда справка нужна уже на работу здесь и сейчас, завтра работодателю, мы стараемся все обследование провести в течение дня, то есть в день обращения. То есть все достаточно быстро. Да, хотя имеем право на проведение в течение 20 дней. Ну, коль уж мы живем в такое сложное время, пандемия бушует, уже счет потеряли, какая волна, какая связь между пандемией коронавируса и психическим здоровьем населения. Исследователи говорят о разрушающем эффекте. Давайте посмотрим сюжет наших иностранных коллег. Как и жители других стран мира, британцы около года провели в условиях тех или иных ограничений. Теперь же эксперты говорят, что пандемия оказала разрушающий эффект не только на физическое, но и на психическое здоровье людей. На этом этапе мы определенно видим, что каждый раз, когда волна вируса усиливается, когда вводят новые ограничения, потребности населения в психологической помощи увеличиваются. При этом эксперты отмечают, что одни группы населения стоят перед большим риском психических проблем, чем другие. Думаю, это люди с малым достатком, которые больше подвержены рискам в связи с пандемией. Мы также видим, что страдают африканцы, азиаты, которые чаще болеют этим вирусом. Из-за этого всего риски для психического здоровья также увеличиваются. Кроме того, особое давление ощущают школьники, которые сейчас не могут посещать занятия, а также молодые люди и медики. Больницы в Великобритании уже почти полностью заполнены, в частности, палаты интенсивной терапии. Некоторые объявляют режим чрезвычайной ситуации из-за нехватки ресурсов. Среди персонала отделений интенсивной терапии в конце первой волны, то есть в июне и июле прошлого года, почти каждый второй сообщил о той или иной степени посттравматического стрессового расстройства, тяжелой депрессии, беспокойства или проблем с алкоголем. Зато для тех, кто страдал от проблем с психическим здоровьем еще до пандемии, есть хорошие новости. На них кризис почти не отразился. Кроме того, эксперты отмечают, что эпидемия заставила людей не впасть в панику, а начать поддерживать друг друга. Эта программа «За здоровье» сегодня обсуждаем психиатрическое освидетельствование. Валерия Валерьевна, вот вы сейчас говорили о том, что человек проходит энцефалограмму. Мне просто интересно, а что показывает энцефалограмма? Что может увидеть специалист у человека, который проходит ПО? Энцефалограмма показывает активность головного мозга, эпиактивность. То есть, если есть какие-то изменения, они бывают на фоне травмы перенесенной, бывают на фоне, ну, допустим, алкоголизма или каких-то перенесенных заболеваний. Повышается активность головного мозга. Чем она нехороша? Она может привести к заболеванию эпилепсия. Эпилепсия, вы понимаете, это приступы с потерей сознания, с удорогами. Ну, бывает бессудорожный синдром, но в любом случае это потеря сознания, не только качество жизни. Почему она требуется при обязательном психиатрическом освидетельствовании? Ну, сами понимаете, водитель, потерявший сознание за рулем, это вот, ну, как бы... Или тот, кто находится на вредном производстве. Да, или на вредном производстве с движущимися механизмами, работающие на высоте, ну, работники. Это тоже вот опасность. Ну, здесь речь идёт больше о травмах, да? А если, например, речь идёт о человеке с какими-то скрытыми формами, ну, к примеру, шизофрении, энцефалограмма покажет это или нет? Нет. Она определяется именно, электроэнцефалограмма для определения каких-то органических повреждений, дисфункций головного мозга и вот именно повышенной судорожной готовности головного мозга. А вот в плане шизофрении, да, или других видов психических расстройств, для этого как раз проводится обследование, экспериментальное психологическое исследование у психолога и освидетельствование врачом-психиатром. То есть это беседа? Беседа. Беседа, да. Ну, для... в общем-то возникает вопрос, как вы можете на основе беседы ставить диагноз. Да, и тем более вот в течение одного дня вы сказали. Это реально? Это реально. Ну, для этого мы долго учимся. Ну, собственно, да. Логично. Хорошо. А вот вы говорили ещё ЭКГ. А ЭКГ здесь при чём? Что показывает ЭКГ? Ну, скажем так, почему оно внесено в это постановление, врачи-психиатры пояснить не могут, но требование такое есть. То есть может быть изменение на ЭКГ, как вот при прединфарктное состояние, тоже повышенная готовность сердца, сделать какую-нибудь, ну, грубо говоря, пакость, да? Тогда врач-психиатр и сама комиссия должны направить на дообследование к терапевту. Скажем, это для подстраховки, чтобы ничего не случилось с сердцем у работника, которого допустила комиссия к работе. Если всё-таки обратиться к вашей практике, вы бывали в составе комиссии сами? Я председатель комиссии. Вы председатель комиссии. Вот. А как часто выявляются всё-таки какие-то психические нарушения у тех или иных потенциальных работников, которые к вам обращаются? Опять же, психические нарушения бывают разные. Бывают те, которые невыраженные, выявляются у многих. Но связано это как раз вот с ускоренным ритмом жизни, со стрессами, с вот этой, с ковидом, с пандемией, да? У людей, конечно, перенапряжена нервная система, но это те расстройства, которые не требуют выраженного какого-то лечения. Проходящие. Проходящие, да. Как я называю, простуда у терапевта. Так. Вот. И, конечно же, они не будут являться противопоказанием для работы. Вот мне интересно, как вы понимаете, что это проходящие, а вот здесь уже серьёзный случай. К примеру, случаи неврозов, они как выражаются? Это как тревожность какая-то, да, повышенная у человека? Да, симптоматики много. Но вот повышенная тревожность, раздражительность, невыраженная не так, что человек тумбочками кидается, да, своего работодателя или там соседа. Повышенная раздражительность, утомляемость, может быть, рассеянность. То есть это вот больше признаки таких пограничных расстройств, ну, как я же говорю, простуда у терапевта, да. Корректировать надо. Подлечивать нервную систему, как и любую систему, необходимо. У нас всё взаимосвязано, и не зря говорят, что все болезни от нервов. Для этого у нас как раз есть дневной стационар, отделение пограничных состояний. У нас кто уже, ну, очень много людей оценили как бы в этом смысле услуги, потому что становится легче, нервная система устойчивей, работоспособность выше, учитывая, что подход в нашем учреждении комплексный, даются не только, назначаются не только психотропные препараты, вот как все думают, что обратишься в психушку, как говорят, да, и заколят тебя, превратишься в овощ. Ну, есть, да, есть такое мнение. Нет, у нас комплексный подход, то есть консультируют и неврологи, и терапевты по необходимости, назначаются и психотропные препараты при необходимости, то есть мягкие антидепрессанты, лёгкие транквилизаторы, если необходимо, и препараты, поддерживающие нервную систему, питающие её, то есть это ноотропы, сосудистые препараты, и получается лечение в комплексе. А вот многие думают, что такие препараты вызывают привыкание. Что делать? К сожалению, да, есть такое, приходят уже в запущенном состоянии, ну, в тяжёлом, депрессивном состоянии. Начинаешь беседовать, говорят, а я на них подсяду, а я вот, вы из меня наркомана сделаете. Есть препараты, которые вызывают привыкание, но если их употреблять в большом количестве и не по назначению врача, то, конечно, могут быть... То есть соблюдают какие-то периоды, да, курсы врача. Ну, в основном это к группе транквилизаторов относятся. То, как боятся назначения, ну, применение антидепрессанта, вот здесь не обосновано. Антидепрессанты, как я вот объясняю пациентам, это такие же препараты, как антигипертензивные средства. То есть при гипертонииш назначается препарат, который надо принимать длительно. Ну, и причем, да, можно сказать, всю жизнь практически. Да, чтобы стабилизировалось состояние. Точно так же и наши препараты, тем, кому они показаны, назначаются длительно. Тогда они стабилизируют обмен в клетках головного мозга, отвечающих за вот эти состояния, и человек становится полноценным, работоспособным гражданином. Но сейчас я предлагаю подвести небольшой итог, как проходит психиатрическое освидетельствование в медучреждении. Итак, первое. Работник приходит с паспортом и направлением работодателя в психоневрологический диспансер, где его обследуют комиссии из врачей-психиатров. Далее работника осматривают на энцефалографе, одевают специальную шапочку с датчиками. А потом медики проводят опрос работника на предмет его адекватности, и по результатам готовится решение врачебной психиатрической комиссии на предмет, есть ли противопоказания к работе. И сейчас я предлагаю немного отвлечься от этой темы. Сейчас перенесемся в Нивеномыск. Местные врачи успешно освоили, и теперь будут проводить уникальную операцию, братцы за которую раньше не решались. Медики смогут делать артероскопическую реконструкцию передней крестообразной связки коленного сустава. Первую хирургическую процедуру городские врачи провели вместе с коллегами из Москвы из операционный сюжет Джамилии Брагимовой. Новую для себя операцию невиномыские медики будут проводить и в новой компании вместе с коллегой из Москвы. Своими опытом и знаниями поделится врач-травматолог-ортопед Сергей Аганисян. Он лечит спортивные травмы 9 лет и много знает о том, как их оперировать. Традиционная подготовка, и вот процесс запущен. Пациент, который лежит на операционной койке, молодой и активный. И как раз таки из-за своей активности он и получил травму. Неудачными стали прыжки на батуте, после которых у него оказалась разорванная передняя крестообразная связка. Каждый шаг отдавался болью, а о спорте не могло быть и речи. Но жизнь без спорта мужчина не представлял, поэтому и решился на операцию. Тем более, что была возможность едва ли не попасть в историю. Ведь не каждый день приходится становиться первым пациентом, которому в родном городе проводят артероскопическую реконструкцию передней крестообразной связки. У пациента артероскопически, то есть через прокол в коленном суставе, забирают его же сухожилия, а потом собственными тканями замещают крестообразную связку. После этого хирургического вмешательства врачи гарантируют. Всего несколько недель реабилитации пациент забудет о болях, а будет прыгать и бегать. Данная процедура достаточно малоинвазивна, потому что делается два маленьких прокола сустава, то есть размерами по сантиметрам каждый. И в принципе после такой операции пациенты достаточно быстро реабилитацию проходят и быстренько возвращаются из жизни к обычной жизни. Невиномысские врачи рады получить опыт, который для себя они называют бесценным. Вообще проводить операции нового типа смогли в том числе благодаря покупке нужного оборудования – артероскопа. А новая техника вкупе с новыми знаниями способна вывести медицину в городе на новый уровень. Это не будет ограничиваться именно этой операцией. При помощи артероскопии мы сможем проводить и диагностику, и лечение повреждений менеского коленного сустава, санацию полости коленного сустава, удаление инородных дел с помощью артероскопии. И лечение некоторых заболеваний, связанных с травмами коленного сустава. И конечно, артероскопическая реконструкция, которую можно сделать у себя в родном городе, а не за 3-9 земель – это максимальный комфорт для самих пациентов. Ведь после такой операции меньше всего рекомендовано трястись в машине, куда-то ездить и беспокоить себя. И такой комфорт невиномысцам теперь обеспечен. Джамиля Ибрагимова, Олег Байкулов, Ставропольское телевидение. Программа «За здоровье» продолжается. Сегодня обсуждаем психиатрическое освидетельствование. И такой вопрос. Возможно ли психиатрическое освидетельствование без согласия гражданина? Обязательное психиатрическое. Давайте с обязательного начнем. Вообще, в соответствии с законом Российской Федерации о психиатрической помощи и гарантиях прав граждан, психиатрическое освидетельствование проводится по информированному согласию гражданина. Недобровольное освидетельствование проводится только по решению суда. Если человек хочет устроиться водителем, он обязан, но не хочет при этом проходить опросы. Тогда работодатель имеет право по трудовому кодексу не допускать его к работе. Хорошо. А другой случай, когда просто нужно подтверждение врача, что ты психически здоров? Для чего? А вот два случая, да, у нас есть обязательное и есть второй случай, какой вы говорили. А, есть просто свидетельствование врачом-психиатром. Ну, чаще всего обращаются родственники или соседи, да, что у человека проблемы со здоровьем, которые они замечают, он ведет себя неадекватно. То есть сам человек не хочет? Сам человек не хочет, да. Это не в рамках обязательного психиатрического освидетельствования. Тогда родственник обращается в учреждение к врачу-психиатру, пишет заявление на недобровольное освидетельствование гражданина. Заявление может написать любой человек, то есть не обязательно это должен быть родственник. Бывают у нас коллективные обращения соседей, когда видят неадекватности в поведении, да. Бывают, значит, обращаются коллеги, видя, что сотрудник, ну, как бы, ведет себя неадекватно. Это тоже достаточно расплывчатое понятие неадекватное поведение. Что должно стать поводом для того, чтобы реально обратиться к специалистам, заставить обратиться к специалистам? Когда немотивированная, выраженная агрессия, то есть он, видно, что агрессивен по отношению к окружающим настолько, что может нанести вред здоровью. Физический. Физический вред здоровью. Психологически не считается? Нет, психологически, к сожалению, да, это не считается. Значит, второе, видят, что человек ушел в себя и высказывает суицидальные мысли, суицидальные наклонности, говорит о суициде. Это тоже повод для недобровольного освидетельствования. Когда нелепые высказывания у человека, ну вот, допустим, что, как бывает у пожилых людей, нелогичные, нелеповые, вот меня преследуют там. Хотя никаких вот поводов адекватных окружающие люди для этого не видят. Так. Ну, что, вот, меня преследуют, потому что вот та красная машина там стала вот под тем деревом. А потом она стала под другое дерево. То есть нет никакой логической связи? Логической связи нет. Это нелепые высказывания. Это как раз вот тоже говорит о том, что есть какие-то психические нарушения. Но определять сами, есть ли они эти нарушения или нет, может только врач-психиатр. Если человек не соглашается на освидетельствование, ему предлагают, да, тогда вот родственники или кто видит эти расстройства, обращается к врачу-психиатру, пишут заявление на недобровольное освидетельствование. Значит, если это экстренные показания, когда вот человек ведет себя возбужденно, неадекватно и видно, что представляет угрозу или себе окружающим здесь и сейчас, да, для этого вызывается наша скорая. Скорая психиатрическая помощь. И решение принимается врачом-психиатром или фельдшером скорой помощи о необходимости госпитализировать. В приемном отделении осматривает врач-психиатр. Если это дневное время, то сразу приглашается комиссия. Значит, и комиссионным осмотром принимается решение о недобровольной госпитализации. Если при этом документы все подаются в суд, и судья в течение 48 часов должен принять решение. Дает он разрешение на недобровольную госпитализацию или нет. Если это не острое состояние. Судья он психиатр? Нет. Это приглашается обычный судья. А комиссия должна обосновать и показать, почему именно... Они считают целесообразной госпитализацией. Но судья смотрит этого гражданина воочию. Так. Не по документам. Он просто воспринимает его, в общем-то, как обычный человек, да? Собственно, личное восприятие, получается, основывается. Собственно, свое личное восприятие, да, но при этом и смотрит документацию, описание, при этом же есть заявление от родственников. Ну, достаточно сложный процесс доказать, да, что человека нужно госпитализировать, получается. Вообще на практике как? Обычно судья приговаривает к госпитализации или нет? Ну, у нас, если недобровольная госпитализация, то, поверьте, даже судья видит, что там требуется. То есть там такие случаи, что нужно. Да. А вот, знаете, по поводу детей, подростков такой вопрос. Им нужно в каких-то случаях проходить вот такое свидетельствование? Да. Бывает то же самое. Суицидальные попытки, неадекватности выраженные. У нас обращаются тогда в основном родители. Берется согласие с родителя. Бывает, что родители не согласны. Тут опять подключается тот же процесс, то есть комиссионный осмотр и приглашение судьи. Сейчас предлагаю обратиться к нашей традиционной рубрике. Сегодняшняя наша рубрика «Совет врача» посвящена понятию психическое здоровье. Внимание на экран. Совет врача. Я Боев Олег Игоревич, главный врач Ставропольской троевой клинической психиатрической больницы номер один. Мы занимаемся психическим здоровьем. Я хочу сказать, что психическое здоровье – это важно. Это та составляющая, вторая составляющая, которая неотъемлемо присутствует в вашей жизни каждую секунду. Для нас важно тело, и для нас важна наша психика. И для нас важен наш дух. Мы размышляем, мы чувствуем, мы принимаем решения, мы волевым действием двигаем нас вперед в наше будущее. Это все психическая сфера. Если мы не будем на нее обращать внимание, значит, мы потеряем себя. Поэтому крайне важно при первых признаках обращать на это внимание, обращаться к врачу, приходить к врачу и заниматься своим здоровьем. Совет врача. Мы продолжаем нашу беседу. Скажите, пожалуйста, у нас в Ставропольском крае где можно пройти психиатрическое освидетельствование? Куда обращаться? Значит, для этого есть приказ Минздрава нашего Ставропольского края, в котором утверждены организации, имеющие право на проведение психиатрического освидетельствования. Для того, чтобы попасть в этот список организаций, которые имеют право на проведение освидетельствования, есть перечень необходимых документов, которые организация предоставляет Минздрав, и Минздрав уже принимает решение, имеет право проводить освидетельствование учреждения или нет. Если, допустим, нет трёх врачей-психиатров, то речи о проведении психиатрического освидетельствования быть не может. У нас наше учреждение, да? Давайте его озвучим. Ставропольская краевая клиническая психиатрическая больница номер один, включая Невиномысский филиал. Так. Труновская ЦРБ включена в перечень, Шпаковская. Пятигорск, Кисловодск, это третья больница с филиалами. Все филиалы Кисловодской больницы, они имеют право на проведение психиатрического освидетельствования. Минераловодская ЦРБ. В каждом округе есть какая-то ЦРБ, которая может принять работников. А работнику что нужно для того, чтобы пройти? Документы какие-то нужны? Обязательно с собой иметь паспорт с НИЛС и направление от работодателя с указанием вредности. А вот почему не реже, чем раз в пять лет? Почему именно такой промежуток? Ну, это при формировании 695-го постановления, слава богу, я вспомнила, которое как раз регламентирует обязательное психиатрическое освидетельствование. Видимо, вот наблюдение, статистический показатель наблюдения за людьми. Что именно в этот период могут быть какие-то изменения? Да, изменения в психическом состоянии. А вот какие юридические и социальные последствия для человека может нести результат психиатрического освидетельствования? Иногда, вот, например, негативный результат. Что будет с человеком юридически-социально? Допустим, признали водителя, который хочет быть водителем, да, что у него есть форма шизофрении. Нельзя? Решает Сашка Мисси, имеет право на... Может он с этим заболеванием работать или нет. Если установлен диагноз хронического психического расстройства с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями или выраженными расстройствами, то, разумеется, допуск не будет на работах. В любом случае, если водитель принимает какие-то препараты, то, наверное, нельзя находиться за рулем или все-таки нет? По препаратам тоже, ну, да, не рекомендовано в это время, когда проходит лечение, работа. Для этого даются больничные листы. Существуют как... То есть здесь все-таки зависит от формы болезни, формы проявления, да, болезни? Действительно, у нас выявлялись и впервые выявлены расстройства, которые являлись противопоказанием для каких-либо видов деятельности с повышенной опасностью, в том числе для водителей. Значит, ну, это не пожизненный приговор. Ну, это уже хорошо. Значит, человек имеет право пройти переосвидетельствование. Если он не согласен с диагнозом, то стационарное обследование или обратиться в другое медицинское учреждение, имеющее право на проведение исследований или в судебном порядке. Кроме того, если человек при наблюдении в течение 2-3 лет, да, у него состояние стабильное, ремиссии, то решение комиссии через 2-3 года при стойкой ремиссии может быть пересмотрено. А вот такой, знаете, тонкий момент, если все-таки выяснилось, что у человека есть какое-то психическое отклонение, ну, к примеру, там, шизофрения какая-нибудь незаметная, да, работодатели об этом говорят врачи? Нет. Мы не имеем права предоставлять сведения без... Это врачебная тайна, она прописана 323-м федеральным законом. Без согласия пациента мы не имеем права предоставлять такие сведения работодателю. Работодатель требует... имеет право потребовать решения комиссии. Но вот я всегда говорю, предупреждаю людей, что вы не бойтесь, даже если был какой-то установлен диагноз. В самом заключении мы диагноз никогда не пишем. Мы пишем решение, может работать на этой специальности, там, в виде деятельности или не может. Все. То есть диагноз не озвучивается. Все хорошо, понятно. А если водитель, например, 5 лет отработал водителем, а следующие 5 лет уже отказывается пройти психиатрическое освидетельство, не имеет ли право работодатель его уволить? Не допустить к работе имеет право по трудовому законодательству. У нас программа, в общем-то, подходит к концу. Давайте в конце программы несколько рекомендаций. Еще раз подведем такой общий итог, как гражданину прийти к специалисту и пройти психиатрическое освидетельствование. Для этого, еще раз, гражданин должен при себе иметь паспорт, полис не обязательно снилс и направление от работодателя, где указаны вредности или специальность, по которой работает данный сотрудник. Обращается, если это к нам на Ленина 441, это третий корпус, второй этаж. Третье окно специально отведено для лиц, которые записываются именно на профосмотры. И дальше заключается договор. Или если заключен договор ранее с работодателем, то перечни списки есть у моих уже сотрудников. Человек направляется на прохождение всех специалистов и мы стараемся провести это в течение дня. Что ж, эфир программы «За здоровье» подошел к концу. Помните, здоровое тело – здоровые мысли. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова